всем привет зрители подписчики канала games apps и мы продолжаем метро эксодус предыдущей серии мы прошли по сути полностью весь этот архипелаг островов если его можно так назвать по сути всю локацию прошли и сейчас у нас дальше идет уже мост то есть мы сейчас под видом караванщиков будем пытаться туда пройти давайте продолжать потихоньку будем смотреть что из этого получится пока я отгонял вагон кавроре торговый караван прибыл в порт спартанцы уже там теперь нужно встретиться с они в порту и обсудить план захвата баржа собственно вот такая вот дела такая дела такие дела так чем этом делаем куда мы там идем мы идем собственно окей так где у нас журнал заданий чет я не помню тут же нет ничего такого вроде нет ладно двинули да рюкзак отличный так вроде как вчера я все скрафтился что мне надо да аптечки по максимуму оружие вроде сделал ну вот разве что вот этого парня почистить этот почищенный воздушкой я не пользуюсь напишите кто-то в комментариях я честно не понимаю зачем воздушка не ну как понимаю можно типа отвлечь там да что ж такое можно как-то отвлечь не знаю ну что брат готов к последнему рывку ну да звучит как будто финал игры так кстати ночь пойдем по ночи месяц на ясный так куда нам нужно нам вроде как нам надо вот туда как там давайте же отправимся туда где уже были от резина никак туда нельзя заехать так я нашел ой гитара отдать надо да не за что так хочу там с гитарами а вот тебе гитару да это чего это что ли ухты спасибо братуха круто спасибо ну чё может сыграешь чё интересное хорошее давай сыграй как можешь сыграй ну понятно на хрена я тебе и нес тогда ох уж блин для вас это значит что-то хорошее так ладно двинули двинули нужно вообще пнв одеть короче ну да так вспомнить бы еще как туда правильно идти и тут бочки были не чары ладно жучара идут нахер на блин не так пошел нужно было я ж не артем же плавать не умеет ладно давайте переберемся по правильному где-то тут лодка должна быть но неправильно я пошел в общем вообще ни разу неправильно ладно уж устал устал сердечко застучало господи блин капец какой спасибо что неужели ему так тяжело вроде оружие не вскинуто пешеходный переход ясно чё пишут оди сша так лодка есть можно было бы конечно иван по бочкам перейти но ладно заюзаем лодку можно в принципе на лодке туда думаю доплыть нет туда можно не начался матом и прошлой серии того зарезали так что кроме вот этих креветок грёбаных нам вроде как здесь особо никто не страшен но может еще шаровые молнии а так все так тихо дозиметр не шали это же вышка это кран на котором крест был ну да там мы его и нашли плывете плывете кривитос конечно сейчас выскочит нет или вы чуете во мне убийцу этого ой все слушай блин давай не будем а шел нахер где вообще ты откуда плюешься говно ай твою мать пошел пошли нахер слышь ой я понял да блин да вы задолбали может это поможешь немножко немножечко блин да вы задрали насколько можно увернулся у меня целиться не надо окей прикольно сделан лазерный целеуказатель да вы задолбали блин минус 2 аптечки на вас потратил ублюдки грёбаные так тут я вроде все почистил вроде как быть никого не должно кстати вот не знаю не тут тут как вообще восстанавливаются и не восстанавливаются спасибо за то что подсветила да 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 я тебя вижу кстати в пнв он будет прицеливаться да я думал мешать будет пнв а нет он этот буксир до здрасте опа пропажи ты моя ага я переволновалась пока ты в этом терминале возился ермак говорил ты вагон пригнал какой же ты у меня молодец заболталась я соскучилась имею ты сама-то как после той хим лаборатории блин блин вот это хреновенько так ситуация такая охрана оказалась больше чем мы ожидали риск велик но кред говорит что на таких караванах всем заправляет хозяин капитана если и получится взять его по-тихому остальные охрана человек 15 четверо утра по на баржу по краям пирса часовые сэм будет на правом фланге сэм прием я на месте выше часового князь слева от ангара прием князь на месте готов снять часового идиот на дальнем кране я готов хорошо вижу всех на пирсе идет а ничего что слышно короче вот именно да 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 но можно попробовать реально по-тихому серьезно меня не заметил да лежать через подвал говорит проще всего идти давайте посмотрим где тут у них подвал может быть а как же туда теперь ходить ну вот так договорились угу смотри да на борт влезть можно давай я их отвлеку а ты туда понял спрячься здесь и жди по пока пройдут да мне бы оно и нафиг не сдалось но проверить надо что там такое тут никого нет блин какого хрена блин что-то пошло явно не по плану да ты охренел что ее взял меня вытолкал короче прям под пули но вот жизнь какая его году пособираю пока вы это стреляетесь не видишь ты меня не ври больше блин не могли по-хорошему по-тихому можно же было ведь по-тихому сжать и сжать как ты меня не заметил не понимаю хоть жить будешь уже хорошо все все нормально оружие оружие ложи где-то тут еще что-то же лежала у запчасти же о извините не убивайте не убивайте я могу заплатить ну да ну да ну да point блин не ладно проходим так как есть что ты делаешь давай рули как говорится 7 футов подкилли вот так это работает ну нормально блин жаль реально по-тихому не вышло что-то еще не пишет из тех пор что они еще не могли чтобы я не знаю что они не молчали а там тоже не знаю что он оказалось но все равно и все равно это так я добавлю я добавляю это Ну и вам, значит, и туда. А я пока охране зубы заболтаю. Я понял. Окей. Эй, берегу! Держи конец! Давай! Эй, моряк! Где баржу потерял? Хлебалом тебе торговар! Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Понял. Удачи! Мы его излученную корягу поймали. Весь борт разворотил. Пришлось на место дать. Артём, князь. Афрора скрытно подвигается на исходную. Готовы начинать по вашему сигналу. Окей. Ой, а тут фонит нормально так. Явились ведь, как отец Силантий говорил. Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на заутренний не был. Не был. Допрыгаешься. Пошлёт святой отец демонов искоренять. Ну, рано ведь. Вы хоть расскажите, что было. Ладно уж. В общем, еретик прямо на проповедь к отцу Силантию явился. Кто наши полотки? Езжать, мудафака. Ой, блин, аптечек-то нет ни хрена. Та твою мать! А того-то я и не заметил. Эх, блин, аптечек нет, это хреново. Слуги сатаны! Ты как на заутренний не был. Нет. Допрыгаешься. Пошлёт святой отец демонов искоренять. Убили его собаки! Продолжение следует... Ну вот как я ему в голову стреляю, не попадаю. Так, помню, что тут ещё один был. Всё, что ли? Геретик говорит, в проходе стоял. Не, а... Врут, всё. Я аптечку ещё, если чё. Ну что-то тут, походу, ни хрена аптечек нету. Кому хуже-то будет? Мне или вам? Понятное дело, что без хабара я отсюда не уйду. Вы ж рыбе молитесь, хер ли вы рыбу жрёте? Лавка гуськова, понятно. Хрена, блин. Убили, убили, блин. Меня чуть не убили. Вот это действительно проблема. Так, а тут же, в принципе, можно по-тихому, да? Вон он, гад! Вон он, его и получай! Понятно? Ясно? На, получай! Я не знаю, имел ли смысл их вообще убивать. А кто рыдает-то? Ну, чё тут? Пленников держат, что ли, где-то? Наверху, что ли? Ну-ка. Не понимаю, где-то рыдают, но где непонятно. Вот вроде как здесь, в этом здании. Но сюда зайти нельзя. Никак, при том. Ладно. Может, здесь как-то нет? Нет. Не пройдёшь. Артём, я почти на месте. А у тебя там, кажется, весело. Ты только не отвлекайся. Мы тут не в тир потренироваться приедем. Да я понимаю. Ух ты ж, ёб. Хотя, по-моему, это обычные мирные люди. Приют, верные Господу. И снился Господь. И промежнице взбрал царского. И мир силачий. И рёк ему. По те поры буду с вами. И буду беречь вас. Боя верность мне отграните. Пока терпи птицовскую. Сдержаете. Оберяем. Блин, замок с другой стороны, да? Оберяем. Блин, и как туда пролезть? Может, на лодку? Так. Ага. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит хлебные чертоги, Господа. Узарь рыба. Узарь рыба. Тихо. И мы боимся пришлых, что с войной к нам пожаловали. Что напали на приют нас. И хоть стоит у наших вороты конь железный. Блин, аптечку бы. Банок нет, жалко. Блин. Нам палец, зараза. Нет баночки. Никакой. Еще дождь пошел, блин, шумно так. Может, это мне и на руку. Бежать. И все, что стоят у брата, наши обители, развеются, как пыль на ветру, когда исполнится воля его. Где-то тут он сидит, вещает. И исполнится воля его. Помолим царь рыба в защите. Призовем ее. Принь царь рыба. Нет уже вашей царь рыбы. Можно загрузиться. Не хотел. Ну, блин, мне не прикольно тут перестреливать, потому что вот ах, сирену подняли. Задолбали они этой рыбе поклоняться, честно говоря. Так, с этим по-быстрому надо разобраться. Вот так. Не ждать. Я думаю, можно здесь пройти. Ага, понял. Да ну, ёптых, ну, блин. Ну, что ты будешь делать? Ну, не хочется же. Хочется по-тихому. Походу, этих вообще трогать не надо. Эх, блин, эх, я просто отвлекся немного чай попить, поэтому... Немножечко упал. Да ну, какая нахер тревога? Да вы чё? Я не понимаю. Он типа, а тревога, и все сразу его услышали в такой дождь. Эх. Отбега, походу, меня услышал. Стоит у наших вороты конь железный, маслом машинным ствердящий, током электрическим. Не умолимся! Этот где-то здесь сидит, по-любому. Так, пусть же тесница ваша, просить слух нечисткого... Так, эта дверь закрыта, это, скорее всего, тоже будет закрыта, да? И мы исполняем волю Господа нашего, и от него прибуду... Добрались, значит, мирите-то, проклятые! Катерину, увели, до меня добрались! Ух ты, шустрая, Артём! Слушай, дед, мы здесь после проезда, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут, а так разнесут вас к хренам собачьим. А, Катерина, пусть тебя больше не беспокоят, понял? А вот, что Катерину с пути истинно разбили за долу Бога, сами прощания просите! А вот за то, что божьих хакисов безоружных убивали, так зато гореть вам патру до скончания веков! Тревога! Дерите гири! Воздачи! Вот пора! Это да! Катерина, тебе задело! Не-не-не-не-не, ты со мной! Братан, со мной! Артём, прыгай! Нет! Со мной! Блин! Давай, ну! Да, походу оставили мы его. Обидно. Я, кстати, не видел дрезину в конце поезда. Неужели они дрезину решили оставить? Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. К сожалению, князю не суждено было их увидеть. Виновен ли я в его гибели? А в том, что произошло на мосту? Возможно. Но мы живем в жестоком мире. И не мне его переделывать. Походу, тут всё-таки есть уже как-то расходится. А в том, что жители моста захотели крови, моей вины нет. А, ну да. Их религиозный фанатизм неприятно напомнил мне метро, где людям так же задурили голову нелепыми догмами. Мол, весь мир мёртв и деваться некуда. Для тех, кто поумнее, придумали ложь про то, что война ещё идёт. А тут электричество грех. Такая же нелепость. Это да. Мормоны, блин, какие-то. Сектанты. Артём. Артём. Просыпайся. О, я смотрю, вы тут обустроились уже. Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовёт. А я побежал. Вставай, пора. Ну ладно, пора так пора. Так, а это чего у нас тут? Это типа его место? А, прикольно. Так, снаряжение. Ага. Это просто записи, да? Да, это записи. Оружие. Так, а ну, Тихарь, во. Честно говоря, впервые увидел Тихарь, я не сразу понял, что это оружие. Я долго не верил в его работоспособность, однако это довольно корявое внешнее произведение мастеров кузни. Созданное имя, прежде всего, из-за патронного голода оказалось для бойцов Ордена просто незаменимым. Мало того, что Тихарь стреляет вездесущими шариками от подшипников, он ещё и практически бесшумен. Чрезвычайно убоен и точен. Понятно, на больших дистанциях. В общем, идеальное оружие для специальных операций в условиях метро. Ну, я даже не знаю. Ну, даже не знаю. Так, животный мир. Сарь, рыба. Зверолюди, стражи, демоны, креветка, самец. Ну, да, креветки, блин. Это какие-то киморы были, помните, те коты? Так, ну, здесь дневник. Ну, кому будет интересно, думаю, на паузе прочитайте. Так, а что нам радиостанция даст? Музыка. Неплохо. Ну, понятно, это мы уже слышали. Так, хорошо, как отсюда выйти теперь? Угу. Угу. Сколько мы уже дней в пути? Я ведь тоже слушала радио. Можно тебя выключить вообще? Так, разговоров не было, чтобы враги там, покупали ты. Столько всякой всечины в эфире. Столько историй. Генель, Генель, слышите как? Прием! Так, красавцы. Говорит, это их шифр, и все, они разговоры за жизнь. Но как им удается так замаскироваться, чтобы их и не видно было? Это же железная дорога, они же до... Да чего князя, жалко. Совсем мальчишка ведь. Все меня расспрашивал, как себя девушке лучше подать. Что говорить? Это похоже на УБФБ-76, или как там ее? Так, как у меня нет, как у меня нет, как у меня нет. Широмон, неверденах. Забивайся. 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 Ну, вот так. Послушай пацанов. Артем, посиди со мной немного. Ну, ладно. Хорошо как. Век бы так лежал. Угу. Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве с радио, ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так, вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши, куда-то в никуда. Да еще и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Ладно, пойду я. Что, идешь уже? Да, да, да. Ну, беги. Куда они без тебя. Это да. Побежал. Так, что у вас тут есть? Дядя Артёк. Да. Понял, давай посмотрим на мастерскую. Хрен, на что себе? Неплохо. Блин, вот знаете, мне нравится в играх... А, дрезина на месте. Ну да. Хе-хе-хе. Пробирает пурево. Пробирает. Забирает. Ну да, ну да. Ничего, продышимся. Слушайте, вот мне нравится. Вот реально круто сделали. Мне определенно нравится. Есть какая-то атмосфера такая. А прикиньте, блин, если бы была игра вот типа метро, только в онлайне, с поездом, короче, со всякими вот этими штуками, живыми людьми, только, блин, без всякого таксизма, говна, блин, а, реально, вот, отыгрышей. В общем, вы меня как своего приняли, ну и я, простой я человек, за мной не заживеет. Ну и как оно тебе тут, после подвалов ваших, а? Да нормально вроде, сам-то как. Ну а то, места столько. А ну, конечно, бурьяны да развальные, но... Глядишь, найдем еще получше, а? Тихо, короче. Ну да, бычок выкинул, вроде нормально. Ты встай, какой шикарный, а? Все под рукой. И места свободного полно. Моя же часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошло. Не, блин, круто сделали. Будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будет долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. Это да. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Ну да, ну да. Так что, не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Не, вот интересно, вот то, что за окном, оно генерируется как-то, или мы едем по реальной карте? В общем, мы с темами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честное слово. У князя вон, бронник, спинную пластину вообще не дедрот, а он... Эх, смеялся еще. Ну да. О чем это? Ну, тут теперь работать буду. Окей, так, давайте аптечек по максимуму. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Да, собственно, нет, нечем заняться. Да, вроде как ничего нового нет. Ладно, все же не все гораздо, а чинить-то к руки не с того места. Дядя ТТ-шник, а? Дядя ТТ-шник. ТТ-шник. Дядя ТТ-шник, а машинка швейная у вас есть? Нету, Настя. А как вы костюмы шить будете? А как все? Нитку в иголку и парусным швом. Ух ты! Научите? Научу. Только попозже. Ладно, пошли дальше, посмотрим, что тут есть интересного. Письмо Насте. Ну, читайте на паузе. Вернулся? Ну, как? Какие еще гениальные планы начальства? Хотя не надо. Да я еще не ходил. Уютненько у вас тут, я смотрю. Не, реально хорошо сделала. Ну-ка. Заходи, Артем, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Давай. Как Артем, тряхнем стариной? Бери гитару. Неплохо. Бери гитару. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Душевненько так Ладно, хорош Неплохо Блин, вот реально нравится Очень круто Здарова, пацаны Ну да Надо бы помянуть князя Может выберется еще реально Ну тогда вообще в этом Мы уже разлили Сэм сказал, все Хорошо, кстати, сказал Красноречиво Спасибо Правда, чего уж тут стесняться Так вот, Сэм сказал А тут князь встревает На пианине жалко играть нельзя Проигрывать у нас тут боян Душевая Можно душ принять Красиво Красота Прикольно Да я думаю, да, выживет О, кролики Место Вот реально, блин Мне кажется, просто по кругу едем А вот там Типа вдалеке вроде и нет ничего, да Мне кажется, реально Круг просто очень большой Иду Слушай Да Удалось связаться с Ковчегом Так Спасибо, ТТшник Дешифратор подключил Ковчег Ковчег, ответьте Прием Это Ковчег Назовите себя Прием На связи полковник Святослав Мельников Командир отряда Специального назначения Мы приняли ваш сигнал И направляемся к вам Как слышите Прием Да, да Слышу вас хорошо С кем я говорю Как к вам обращаться Зам на связи Майор Иванов Минутку Да, да Все понимаю, товарищ майор Проверка нужна Отлично, полковник Мельников Отлично И да Простите за недоверие Но ситуация, как вы сами понимаете Очень серьезная Враг не требует Понимаю, товарищ майор Поэтому прошу Передайте руководству Что мои бойцы Верны присяги Готовы встать в строй Как только мы прибудем В расположении Прием Благодарю за хорошие новости Сколько у вас людей Попровник Отделение Прекрасно подготовленных Бойцов Спецназа Отделение Что-то по-моему Подозрительный он какой-то Мы направляемся к вам Из-за района К-6 Альфа Есть ли данные о силах Противника у нас на пути Прием А, минуточку проверю К-6 Альфа Поворите Так Товарищ полковник В этом районе Противника не обнаружено К сожалению Нам нужно Заканчивать сеанс Мы вас очень ждем Я Немедленно Доложу наверх И уверен Что вас примет Сам Министр обороны Это Огромная честь Благодарю Если можно Пару слов Как у вас там Обстановка Майор Да? Товарищ полковник Это же Секретная информация Но По-человечески Я вас понимаю У нас Все в порядке Не волнуйтесь И до встречи На Копчеге Конец связи Служу народу Конец связи Ну так Подозрительно Ну что, Фома неверующий Убедился? У меня до сих пор руки трясутся Да я и до сих пор Ему не верю Этому чуваку Из рации Надо подумать только Сам министр Артем, кстати Можешь на карту глянуть Добро Как видишь Мы направляемся Прямо в Ямонтау Катерина и Крест Говорят, что Пути в ту сторону В неплохом состоянии Повезло нам Там было много Приоритетных целей Угу Что, мы сейчас уже К Копчегу, что ли, подъедем? Мы подъезжаем к цели Все базы оккупантов Кто мешает правительству Поднимать страну с колен? Что тут творилось Все эти 20 лет? Мельник уверен Всему найдется объяснение Его простят Нас сани простят тоже И все поедут домой В метро Ну да Да что-то, короче Дичь там какая-то происходит Мне кажется Ух ты, блин, красиво Дорезина, что у вас впереди? Прием Другом все заброшено Но будь в норме Прием Добро Не разгоняйтесь там особо И за радиацией следите Прием Есть До сих пор не верится Мы ведь добрались Добрались, поймаете? И шли мы к этой цели Не неделю Не месяц Двадцать лет Целую жизнь И она была не напрасна Теперь я точно знаю Мама А мы что здесь Теперь жить будем? Не знаем А что? Мне здесь не нравится Страшно так Ну да, ну да Это тоже не особо нравится Товарищ полковник Задимитар заскаливает Так, всем надеть маски Пассажиры в руку И задрается на гуру Да, конечно Пойдем, Настюша Меняем планы Дальше пойдем Надрезине Подождите там нас С Артемом А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала Как правительству докладывать Так без меня? Дочь я тебе Или не дочь? Ладно, давай с нами А то всю плеш проешь Сидела бы ты уже На месте, блин Ермак, стоп машина Аброру отогнать в безопасную зону Всем под броню Сейчас делаем Степан остается за старшего Все ясно? Ясно Погнали Отлично Поехали Как они, интересно На второй путь заехали Это туда, походу, что-то упало, да? Да и так В общем, неплохо получилось Ну, бомба, собственно Ядерная туда Свалилась, походу Бомбровник, ермак на проводе Из зоны вышли Гон нормальный Ждем вашего возвращения Прием Отлично Конец связи Смотрите Машин сколько Видишь, прав был Артем Со всей страны народ ехал Да Со всей страны Только из Москвы Никого не было Сколько времени Зря потеряли Ничего Теперь наверстаем Так Ну вот он бункер Да Мы уцели Ну какие дрезины мелкие Так Гатлинг О, это дрянское место Честное слово Зря мы сюда ехали вообще Угу Ну и собственно Где мой велкам комитет И ковровая дорожка Да нету там Никого внутри Может поехали обратно Смотрите Надавитесь Полковник Мельников Прибыл для доклада Министру обороны А где ваши лючи, полковник? Остались на поезде Снаружи опасно Свяжитесь с ними Пусть загонят поезд В главный шлюз На дезактивацию И добро пожаловать В Копчег Полковник Проходите по туннелю И спускайтесь на лифте Внизу вас Встрепят Ну вот Нас ждут Ох Ходжонюшки Никогда подземелье не любил Но кто-то Совсем Слушали ворот Угу Минус 9 этажей Я тут подумал Нечего нам всем На доклад ломиться Оставайтесь лучше с крестом Есть Несен Жми кнопку Угу Ты хоть речь-то подготовил А то как заклинит тебя Это же сам министр Чего на тебя Ночь не спал Хе-хе-хе-хе Вот видишь Ничего Артему сказать не хочешь Да Ты был прав, Артем Угу А я, пожалуй, нет Спасибо, что не сдался тогда Ну, так-то лучше Возьму-ка я, пожалуй, вот это вот в руки Ну, там кто-то определенно стоит Товарищ министр Командир сводного отряда сил специального назначения города Москва Полковник Мельников с докладом прибыл Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей Среди нас есть женщины и дети Но боеготовность основного состава на высшем уровне Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо Давно не было Кто вы? Мать вашу Ё-твою Чё за нахер? Людоеды, что ли? Охренеть просто Ну, я знал, что всё не так просто, как кажется Эх Что происходит? Где я? Что с остальными? Всё идёт по плану Все целы Пока Что значит пока Я требую немедленной встречи с министром обороны Не волнуйтесь Всё будет хорошо И даже лучше И министр, и сам верховный уже ждут вас на ужин Точно льдоеды, блин Какой к чёрту ужин? Ты что издеваешься, гад? Соткнись, доктор, говори Ну, понятно Четвёртый рейх Правительство, гнида Отвечай! Здесь, полковник, здесь Мы — то правительство, которого вы заслуживаете Да как ты смеешь, тварь? Вы же... вы же просто людоеды грёбаные Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придётся повременить, анализы сделать Кажется, мне её не нравится Ты твой руки мне развяжи Я тебе твои анализы так в жопу заколочу Плеваться ими будешь Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека Он давно очнулся, но молча слушает умных людей Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Ах ты говно, блин! Не уйдёй! Не уйдёй! Не уйдёй! В общем, полковник Если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась Прежде чем попасть на стол Вы сейчас возьмёте радио И вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поезде Вам ясно? Ну вот А я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком Увы Но ничего, раз вы не согласны Вас отлично заменит молодой человек Когда мы с вами закончим Он наверняка не станет упорствовать Чуть серьезно, что ли? Что ж, рад был познакомиться Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану Очень может быть, полковник Я вполне могу вами подавиться А пока Разрешите отклониться Да я вас зубами рвану Да блин, дайте же мне их раскидать Опа Сейчас ты обосрёшься, говно Ну спасибо Да-да-да Минус лифт Лифт пошёл Будет через минуту Сэм, до нас оборона Есть сэм Минуту продержимся Ну где? Минус один Ну что, уроды Сейчас будет вам угощение Жрите твои Жрите Нихрена их лезет, блин Лови! Ой, чё ж за лаги-то такие Ох ты ж, нихрена Чё это за лаги, блин? Алё, где фпс, блин? Жесть какая, блин Это походу из-за дыма, блин Неоптимизировано Или хрен его пойми Разработчики Пофиксите игру Не может такая херня быть На 10-80 Бегу А где вы вообще? А, понял На месте Молодцы Сало Блин, а чё с игрой вообще? Чё с оптимизацией? Капец Да, и это очень кстати Так мы Аню точно найдём Угу Но комплекс большой А времени у нас, думаю, не больше 10 минут Так что придётся разделиться Сэм, бери фильтра вентиляционно Сэм, бери фильтра вентиляционно 40 фпс 30 фпс было Да, даже до 20 доходило Капец Со мной в командный центр Артём, на тебя казармы и медблок Самое смешное, что тут лагать нечему Это же внутрянка Не понимаю Какая же... Блин, да что с... Да что с производительностью, блин Жесть какая Вообще Вот туба выходишь туда И всё, падает Реально Чуть до 35 упало сейчас Просто пипец 10.80, Карл Где оптимизация? Это, конечно, жесть, блин Ну чё Вот так Так получше будет Нахер идей Ну чё, гранатами, что ли, там метаться в меня собрались Я не понимаю Какая жесть Чё у вас тут? Ух ты ж, ё Это кухня у них, что ли, здесь? Нахрена себе Пипец Ты мясо, мать твоя А ты куда поползла вообще? Кто тебе разрешал, говно? Охренеть Охренеть Не, я понимаю Прикольно всё Борща Достаточно Только что Пипец Артём Не нашёл Скорее Каждые секунды На счёту Сколько же вас будет-то здесь? А это холодильники, что ли? Это морг вообще? Это просто пипец какой-то, друзья Тир какой-то, блин Так, а тут не верстачок случайно, не? Верстачок бы мне Так, это хреновая идея туда лезть, походу Так, мне явно не сюда Или сюда Толкан Ну ладно, давайте сюда Да вы задолбали со своим мяса Упс блин они какие-то зомбированные что ли не понимаю жесть какая верните мой мозг написано нафигеть вот это люди живут блин я понимаю ну как вот тебе и мясо блин верстачок бы мне вы бы кстати блин куда дальше не понимаю дайте мне пену и вот так получше будет где откуда стреляешь говно ну залазь блин чё за нахер а вот сюда вот думаю можно снять уже он просто газет был какой-то непонятный охренеть блин так они с кем-то там сражались опять ппс блин падает думаю я правильно сюда да мне не туда же определенно постреляет вообще вот твою мать вообще кто ты ж блин айди нахер аптечек нет патронов нет блин а как его побороть то я не понимаю да с патронами плохо все очень плохо не знаю кого там стреляет можно попробовать его аккуратно по тихому завалить что прячешься боишься что ли правильно боишься это меня видишь он меня видит вместе с этими на гад аааааааааааа чыо прячешься боишься что ли правильно боишься не понимаю пока как его убить же гернаут а вот так собственно все готово нет нет не готова все что ли ни хрена неужели вроде все что там у тебя за пушка была ну-ка 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 это чё за нахер хрена о чем ты стреляешь интересно но обычными патронами судя по всему понял раскручивать на правую кнопку хорошо попробуем но я пока с этим похожу не я пожалуй с этим похожу блин а где это я место дробовика своего что ли взял эту хреновину и не хочу где мой дробовик это он да место вот этого хочу взять можно походу нельзя боли ну я не хочу терять эту пушку ладно не я ее возьму на всякий случай почему ее нельзя вместо воздушки поставить не понимаю ведь я ее выбираю и короче непонятно мне там масс что ли стоит ну да так мы с патронами вроде проблем тут не будет это типа коллаж сдвоенный что ли офигеть это как вообще жива на кусок были министр грёбаный блин а про эксперимент я просто послушал бы ну анька блин ну даешь идем доложим полковнику ну пошли ты вообще как сама как самочувствие папа это я аня ты жива где ты в медблоке артем меня нашел слава богу молодец артем куда я теперь там как раз лифт прямо по коридору поднимайтесь к нам в командный центр идем только не спеши мне надо отдышаться давай давай тетет шатает слушай подруга вот это называется приехали я уже думала вряд ли найдем чего похуже чем на волге было силанте этот полоумный с фанатиками своими дневник офицера ну на паузе жми кнопку но нет оказывается есть куда расти там чуть не убили а здесь и вовсе съесть собирались уху поразительно просто и ведь похоже правда врач был ну ничего посмотрим еще его то мы точно пережили так что что нормально оклемалась все побежала хорошо опа нормально все так все так я бы себе не простил я в порядке кто же мог знать кто знал что тут твари эти двадцать лет людей жрали ты понимаешь а простите я кашель у нее конечно хреновый сам министр обороны меня примет чьи славе если ты еще честь им отдавал что что придумали похлеще наших наблюдателей в москве устроились только те со своим счетом людей под землей держат а эти ладно ну дальше то что делать хрен его знает аня не знаю Сергей что у тебя нашел вся информация устарела комплексы пво штабы связи давно нет но те что светится минимум пару лет после войны работ а внизу это что каспий 1 центр связи еще в новосибирске такой же отмечу опять какой-то бункер нас ватащишь этого не хватило не знаю аня решать надо всем вместе понимаешь идиот все нужное забрал мы уходим секунду сейчас доломаемся в темпе в темпе все готово ну побежали зря ты такая я понимаю конечно что тут все чуть не кончилось но обошлось именно что обошлось сереж а если в следующий раз не обойдется это конечно да тоже что стало частично до свидания до свидания до свидания заходи не бойся выходи не плачь вы блин ну 32 кадра это несерьезно 32 кадра мне конечно игра нравится дико до безумия но блин мы реально дрожь понравился на мне но вот эта фигня полная 32 может конечно это только в этом месте надо будет посмотреть ох ты ж блин надо будет на ю тубе глянуть у народа как вообще давай давай поехали отсюда нахер давай сэм погнали принять их там блин развлекайтесь дальше сами сами с собой офигеть просто блин вот бункер нахер ну да ну да я кретин поверил этим сганзы что москва в подчинении уставки что оккупация что по законам военного времени что в москве полковники а тут генералы как салага поверил да такие дела ну что я повторю свой вопрос и что теперь делать может все же вернуться в москву рассказать им правду про войну про правительство нас на подходе расстреляют и даже если пробьемся что мы сможем против ганзы да и кто нам поверит доказать то нечем а может вернемся на волгу там вроде жить можно с местными что делать они нам если помните не особо обрадовались убить всех кто-то готов на такое пойти ну да хреновенькая идея я мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию ну так может пора уже это сделать идея хорошая да только как место найти по всей стране мотаться аврори капремонт нужен она рано или поздно встанет что тогда спутники что спутники свалить с этой грёбаной планеты на каспии есть центр космической связи несколько лет после войны он работал если нам удастся получить собранные спутниками то ехать наугад не придется да блин какой же кашель то у нее хреновый спутниковые снимки могут нам здорово помочь это идея а что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов на мутанты например включена но во первых теперь мы будем действовать осторожно а во вторых есть идеи получше у меня нет ну значит у нас появился новый план ну что артем поехали искать твое идеальное место трубе отъезд понял три месяца в пути три месяца испытаний после ямонтау мы уже готовы к чему угодно от центра связи к спи один нас отделяют считанные километры найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место где мы сможем наконец спокойно жить что-то как-то не очень не верится но что нам остается кроме надежды пустыня дает о себе знать экипаж все больше страдает от жары и жажды да и аврора не в лучшей форме уголь кончился и ее пришлось перевести на подножный корм старые шпалы и хворост не ну че как ты вообще да жарко тут все в песке а не горячо там вообще руку держать да уж приехали один песок кругом и жара хреново мне тут где машина рейдеры по ходу какие-то бандюки по ходу ну да ну да есть такое они в поселке тормознулись около дома сентедры понятно что с бойцами дамир степан совсем плохо остальные пока держатся в нормальной форме получается только вот мы спасли аня вы с дамиром отправляйтесь на разведку надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда вот тут товарищ молковник непонятно как потом отсюда убираться воды в котле осталось разве только чайку заварить а топлива и вовсе нет понял да эту проблему тоже надо решать анна дамир вторая задача поиск воды и топлива сэм поднимай бойцов готовимся к обороне так нужно скоро увидимся будь поосторожнее хорошо окей артём надо выяснить кто эти типы на машине по виду обычные бандиты но рисковать нельзя машина шла в посёлок похоже у них там пункт связи а значит какая-то информация там должна быть а нам сейчас всё будет кстати когда будешь готов выдвигайся понял принял а твоя дрезина наш состав потянет ну она может и потянет не быстро только но и недалеко мотор ли это ковы веса слабоват да и соляры столько взять негде да была бы солярка Аврора и сама бы справилась а это как так она многотопливная есть и колосники под уголь и обмуровка свода с форсунками под жидкое горючее ха а чего ты раньше не говорил ну да меньше его и не ждал система подачи в рабочем состоянии надо смотреть вот с крестом и посмотрите мы самое ясно посмотрим да только соляр от того у нас не заведется судя по тому как местные лихо разъезжают на машинах достать дизельное топливо тут будет проще чем уголь а с водой как быть без нее никуда а баки пустые давайте решать вопросы в порядке поступления так ладно пойдем собираться ну пошли значит посмотрим что там с теми форсунками его чистить все надо идем о чем не дадут что ли там накрафтить себе всякого на все пооткрывали тут я на разведку собираешься это чего я тут отличную штуку сообразил как сделать высверлил пару шариков для тихоря и начинил взрывчаткой разрывные пули короче ладно хорошо все несложно так давайте-ка глянем что у нас вообще по оружию так первым делом аптечки потом идет оружие так пушки не забывай чистить регулярно я бы на самом деле эту хрень бы сменил обратно на дрововик это не мой ашот хотя я могу собственно собрать новый ашот я так понимаю да мне это что-то будет стоить нет походу нет вот это прикольный прицел ну я думаю поставим это ложа есть все нормально так и пойдем так и теперь что у нас тут ночной прицел неплохо а вот эту штуку можно чем-то заменить нет нельзя походу ну даже не знаю не знаю так хорошо что у нас еще есть разрывные пули так вообще по снарядам как все хреновенько походу придется ашотом пользоваться возможно не ашотом а этим тихарем так а че я ручку не установил на него что ли ложе вернее во вот так другое дело так ну что ж друзья давайте на этом наверное серию нашу закончим блин прикольная серия была единственный минус это вот косяк с производительностью даже не знаю пойду посмотрю на ютубе гляну как у других людей это работает но че-то мне это совсем не понравилось как говорится в общем спасибо что смотрели надеюсь вам понравилось ставьте лайки жмите колокольчик и всем пока